Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 8 августа 2017 года вторник, по одному из старинных 38 день получения даров природы 7525 лета неделя. «Белые боги Китая» – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Виктор Максименков с нами рассказывает нам о том, что он накопал из открытых источников, и не просто накопал, а сумел объединить, выложить, как китайская стена камушками выложена, так же он выложил свою стену китайскую. И приходит время нам пообщаться уже с нашими радиослушателями и зрителями Народного славянского радио. В Ютубе ссылочку сбросил на фотографию анонса, чтобы было понятно, о какой мумии идёт речь, потому что там реплики начались такие, что типа где-то вы видели славянских, славянские лица. Итак, первый вопрос Аз Велесов нам задаёт. «Аромеи или Аримы?» Слышишь, да? «Аромеи или Аримы» – это древние чинайцы? Вопрос интересный. Он требует продолжения изучения, потому что дело в том, что очень похоже, что это сокращение от «Арии мы». Может, это и какое-то искажение. Или это всё-таки была война, опять же, как и между Антландью и землёй свето-расы. Опять же, в ней, возможно, основные участники – это были наши предки, те же Арии. Плюс, ну, какие союзники, какие набрали, где было больше чинайцев, которые сейчас мы определили, что они чинайцы. То есть это всё требует изучения. Изучение просто тот же «Ара» – это тоже сокращение от благородного обращения к арийцам тех же. То есть тут вопрос интересный. Скорее всего, речь идёт… Нужно изучать её более подробно, потому что, скорее всего, основные действующие лица всё-таки это наши предки различных ветвей, скажем так. Ну, по крайней мере, язык указывает именно на это. Очень сомнительно, чтобы именно маленький чинай, который и тогда не был, как говорится, на всю планету, затеял войну со всей славяно-арийской империей прошлого. Это быстро закончилось, но по тем же ведам, она началась из-за того, что оледенение в Европе заканчивалось, и часть родов начала переселяться в открывающиеся земли, империя ослабла, и кто-то этим воспользовался. С этими кто-то были и чинайцы. Ну, такие же символы драконов, скажем честно, не встречаются и в более поздние времена. То есть уже не 7 тысяч лет назад, а где-то 4-3,5 тысячи лет назад в Европе тоже некоторые товарищи ходили с драконами. И вспомните, те же европейские символы там. Дракона тоже уважают и любят. Есть там драконы в символике, частенько присутствуют. Так что это требует всё изучения. Хорошо, идём дальше. Данил, реплика из Ютуба. А может, это нимб вокруг головы? Часть конструкции системы искусственного жизнеобеспечения ввиду того, что сам Хуан Ди жил в более жизнеблагоприятных условиях, нежели туземцы, без вирусов, вкладок, ДНК, старения и преждевременной непредсказуемой смерти. Ну, дело в том, что в статье приводятся как раз именно глиняные изображения множественные со всего мира тех, кто действительно в скафандрах, действительно имеют системы спасения типа парашюта индивидуальные. И видно, что это конкретно скафандры. Если же речь идёт о Хуан Ди, то, я думаю, когда-то придёт время и выйдет статья именно «Боги мира». И на этих «Богов мира» я буду стараться обращать внимание в статьях. И речь идёт именно о других способностях, то есть других энергиях. И эти нимвы, они присутствуют недаром же у всех святых. Мы их увидим и в Индии, и в так называемом современном Китае. И их имеют именно боги, высшие силы. То есть здесь речь идёт, а наши веды говорят напрямую, что они запускают колобье тела. То есть это энергия, которая видна была воочию. Она же присутствовала раньше у правителей, той же Тартарии во множественном числе. Поэтому раньше ошибиться в правителе было трудновато, потому что у него работало колобье тела. И это действительно было воочию видно. Были ли другие системы защиты? Были. Но это речь идёт именно о богах, то есть о людях, которые имеют сверх, скажем так, живут на других энергиях, имеют активированные другие оболочки, о чём я и напоминаю, что энергетика тоже изменилась. Мы в состоянии открывать свои способности теперь сами вспоминать, кому интересно. Так что всё открыто. Наше дело использовать. Кто разовьётся до такого состояния? Нет, пожалуйста, может, мы увидим снова эти колобьи тела, жарьи тела и так далее. Виталий Микеров, реплика в эфир. Виктор, твои слова подтверждают одну из заповедей Бога Одина, оставшегося нам славянам. Овладевайте всеми искусствами и древней мудростью, что хранят ваши роды изначально, а также познавайте искусство и древнюю мудрость других народов, но не всему учите другие народы. Свежий воздух написал реплику в Ютубе и доставили нам её сюда помощники. Великая Китайская стена на самом деле граница Великой Тартарии на южном рубеже. Это государство стёрли из учебников истории умышленно. Дальше. Сергей Плюшкин, вопрос из Ютуба. Можно ли озвучить основные, можно ли озвучить основы, основные моменты книги «Перемен»? Ну, там итоговое число 64. Ну, 63, если будет. 63-64. Все мы слышали про письменность 7 на 7. Это так называемый магический квадрат, идёт разворот этой солнечной письменности. 7 на 7 – это потенциал фотона света вообще, если оно то пошло. А следующий какой уровень будет? 8 на 8. А 8 на 8 – это сколько? Ну, 64. По-нормальному 63, потому что 64 – это как бы место перехода. 64. Что вы знаете под номером 64? Шахматная доска вам не напоминает 8 на 8? 64 не напоминает? Это она и есть. Дальше идёт 9 на 9, 10 на 10, ну и так далее и тому подобное. Та же письменно-сесветная, что я частенько упоминаю, там вообще эта матрица использовалась 12 на 12, базовая. Мы сейчас же хотя бы вспомнили базовую 7 на 7, что это вообще фотон света, потенциал фотона света описывается. Так что система, где её край или конец, неизвестно. Но то, что начало именно в инь-янь, инь-янь – это двойственность, свастика – это четверичность, а латыри – это восьмиричность, то есть идёт удвоение, обратите внимание. Потом идёт 16. 16 – это наши базовые каналы. Так что, в принципе, здесь прописан разворот системы под названием «Белый свет». Так что кому вспоминать эту систему, кроме наших белых, то есть людей, в котором Бог есть любовь. И развиваться, вспоминать, восстанавливать свои возможности. Ведь наши предки не зря строили пирамиды. А что такое пирамида? Это «Пи», письменность, «Ра», белого света, «Ми» дающая. Ну что такое «Ми»? «До, Ре, Ми». Определённая частота. То есть методов строительства пирамид в определённых точках, они получали определённые частоты, использовали их для связи, для сверхдальной связи и тому подобное, для омоложения и для очень многих вопросов. Про Атлантиду мы когда говорили, тогда спасли Землю, разрушили энергетическим ударом эту луну ФАТА, ну так её же с пирамидой разрушили. Так что тут непаханное поле. Начните, всё вам будет. Чтобы описать это, будем делать отдельные статьи, но не всё сразу. Хорошо. Смотрим дальше. Виталий Микеров, реплика эфира из Ютуба «Тай». Это на одном из языков является символом завершения. Может быть, слушай, завершение. То есть вот, если, например, «Тайга», то есть прекращение пути, дальше пути нет, дорог дальше нет. Поэтому, если рассматривать то, что написал Виталий, то получается «Ки» «Тай» — это «Ки», ну, понятно, палка, «Тай» — это предел, то есть определяющий предел, высокое, что-то такое высокое, построенное из палок, например, определяющие предел, ну, из жердей там, к примеру. Не, ну, «Тайга» там, ну да, «Тайга» там «Тай» стоит в начале, тогда это конец пути, да. А здесь «Тай» в конце, а не в начале, поэтому это множество себя вобравших считается. Ну, то же самое, конец продвижения, потому что за стену вы не полезете, придётся обходить. Там началось, детка нет. Так что всё правильно. Ну, ещё есть на слово «Алтай». «Алтай» — «Алтай». «Алтай» — «Алтай», собравший себя всё, ты это имеешь в виду, да? Ну да, 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 да. Хорошо. Хорошо. «Вестник Богов», вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Виктор. Так и когда, по твоему мнению, совершится историческая справедливость и земля наших предков, которая временно аннексирована начинается и будет снова нашей? Благодарю. А здесь вопрос, вот у меня нет вообще никому вопросов, кроме как к нашему человеку. А вопрос, у меня ни к чинаицам нет, ни к кому. А то у кого-то есть там вопросы к криптилоидам, у меня к ним вопросов нет никаких. Почему? Потому что всё это в наших руках, в руках, в головах. Надо брать и делать. Не устраивает, что много чинаицам ну так покажите класс. Бросьте пить, курить, заведите родовое поселение и создайте 16 хотя бы полный круг детей. И буквально за 100 лет мы чинаицев оставим далеко позади и вернём всё, что, как говорится, потеряли в предыдущие столетия. Но напоминаю, что наши предки возвращали не огнём и мечом, как это потеряли мы. Они возвращали тем, что люди сами к ним шли и просили стать ихними богами, скажем так, руководителями и вернуться именно из-за своего высокого уровня развития и понимания природы. Обратите внимание на тех же чинаицам. Где они оказываются, они уничтожают природу на полтора-два метра в глубину, всё вырезают и делают пустыню. Они уничтожили всех пчёл. То есть они не живут в гармонии с природой. И мы тоже не живём в гармонии с природой. Поэтому вопрос не к чинаицам, не к рептилоидам, а к нашим людям. Доколе вы будете жить, как в древние времена, которые уже прошли с начала 2013 года. Другие энергии, энергии наши. хотите их использовать, используйте, вспоминайте. Всё это есть в ваших сердцах. Чего не хватает, добавим, напомним, покажем. Сейчас я взялся за серию, как говорится, напоминания о нашем прошлом. Потому что тот, кто не помнит нашего прошлого, не имеет будущего. Следующая серия будет из разряда как раз как восстановить здоровье, использовать свою энергию, основные моменты, вспомнить это всё. Потому что, опять же, тот же самый фэн-шуй, я даже не стал про него писать, потому что так называемый фэн-шуй — это жалкое отражение той науки, которую наши предки знали как домоводство. И то по принципу одна бабка сказала, другая переписала, третья додумала и вот вам фэн-шуй. Ведь вы как наши ж люди забыли, кто они и откуда. Забыли своё прошлое. Поэтому давайте вспоминать. Я же напоминаю, что не надо приписывать инь-янь китайцам, звезду шестиконечную, она же резетка, она же основа цветка жизни, ещё кому-то. Нет ничего другого, это свет. А свет, какой свет-то? Белый. Бог есть любовь. В ком есть любовь, понимание, то есть люди боговеды понимают замыслы Бога. Это божественные замыслы, на которые мы согласились. Мы пригласили определённых учителей, чинайцев, рептилоидов. Всё, научились, поблагодарим их и отправим в Освояси. И будем строить славь на земле. А славь на земле можно построить, вспомнив, что правильные методы взаимодействия яньской и иньской энергии. Именно правильное взаимодействие и нахождение звёздных пар и приведёт к тому, что они будут обустраивать свои родовые поместья, рожать своих детей, воспитывать их самих, обучать, а не делать из них потребителей. Поэтому в ближайшие годы я, например, прогнозирую, что идёт разделение зёрен от плевен. То есть будет развиваться техногенная цивилизация до своего окончательного самоуничтожения. И опять же идёт развитие восстановления природной цивилизации. Вот она и выживет. Тех, кто будет жить в гармонии с природой. А когда у всего мира никаких надежд не останется, тогда они и будут вынуждены обратиться к тем, кто эту гармонию с природой сохранит, да и приумножит. Других не будет. Звёздного десанта, который опять все прилетят и будет исправлять, не будет. Я вам сразу говорю, придётся самим. Начинайте сейчас. выезжайте из городов, стройте родовые помиристы и вспоминайте, кто... Вот такой ответ. Хорошо. Александр Зачияр. Реплика в эфир из Ютуба. Многие духовные практики — это практики про славян. Они лишь систематизировали и дали свои названия, плюс церковь уничтожила наследие о целительстве и волховских умениях. Вот такая реплика. Ну, тут трудно не согласиться. Ну, не церковь, определенные силы. Потому что церковь — это церковь, родовой круг, отцами ведомые есть. Ну, может, тогда другими какими-то отцами. И вряд ли там именно круги. Там, скорее всего, просто конкретное указание. Опять же, я повторяю, всему есть своё время. Вы ходили в первый класс школы? Ходили. А почему вы сразу профессором не стали? Определенное обучение для души. Тело — это костюм. Вы же костюм сегодня сняли, не перестали существовать. Так и с телом. Учится-то душа. Поэтому наши предки особо-то смерти и не боялись. Они, как говорится, боялись неправильной жизни, но не смерти. В этом их нельзя упрекнуть. Потому что они знали, что главное — душа. Главное — оставить свой след на земле, жить по заветам предков. В гармонии с природой. Все ищут, как говорится, национальную идею. Так она давно высказана. Как говорится, живите, почитая предков своих, по совести, в гармонии с природой. Вот и всё. Ничего сложного и военного. А среди наших предков ведь есть и сверхразвитые создания, у которых не только околобья тела, жарьи и так далее, активированы, которые существуют. Но они всегда готовы нам прийти на помощь, советам. Но за нас-то они делать не будут ничего. Родовые поселения строят, детей рожать и так далее, и тому подобное. А высокие энергии как раз говорят о том, что дети будут новые, рождённые в любви, они будут намного более способны, чем мы с вами. Намного более. У них будут вообще, они другие вибрации души. Если раньше шла речь о детях Индиго, то есть это переходные дети, это не совсем то, что мы привыкли, что они куда-то продвинут. Нет, это как раз дети перехода были. А теперь уже речь идёт о детях Кристалла. Но это не о всех детях, кто там, как говорится, выпили, закусили, непонятно как, его создали, и вот он, дети Кристалла. Нет, такого, конечно, не будет. Речь идёт о людях, которые вспомнят заветы предков и будут им соответствовать, и за это будут получать, скажем так, возограждение. А эти дети, как и вы, будут продолжать наш путь. То есть по восстановлению гармонии с природой, жить по совести, почитать предков, гармонии с природой. Вот и вся национальная идея. Ну, национальная, неправильно сказать, а идея Руси, то есть идея белого света. Хорошо. Но тогда это получается не идея, если уж мы от наставленных слов отказываемся. Это получается мировоззрение, мировоззрение, мировосприятие, отношение к миру. Если уж мы убираем иностранные слова. Геннадий Романенко, реплика в эфир. Китайская стена была ещё возведена, чтобы не шло смешение энергетики между нами и чинаицами. Благодарю. Ну, может быть. Дело в том, что все мои, то, что я нашёл и когда-то, я думаю, добавлю, показывает, что сами-то чинаицы время от времени заедались и потом надолго оказывались, скажем так, под полным контролем наших предков. И так называемое их освобождение, оно произошло буквально фактически 50 лет назад во времена культурной революции. А так там были то другие колонизаторы, то наши предки, которые и с хорошим обучением приходили, чтобы восстановить и торговали, а потом опять же чинаицы теряли землю под ногами по любым причинам или очень сильно развивались, или были какие-то катаклизмы, что приводили к ослаблению наших предков, они пытались этим воспользоваться, их опять ставили на место, и так повторялось не раз, и поэтому эта стена строилась практически постоянно. А смешивание энергетики может быть именно имеется в виду целое государство, оградить как бы именно государство, чтобы сохранялось единое поле восприятия населением коренным. Может быть, есть такая тема тоже. То есть воспитывали их постоянно, да? Постоянно, судя по тому, что я видел, постоянно их там лечили, если они заболевали, их постоянно лечили. Ну, в смысле ставили на место, потому что постоянно этот Китай закрашен, как бы, что китайцы не руководят Китаем. То руководили, то не руководят, руководят, не руководят. И я ж напоминаю, ну, император, это сокращение от имени Перуна. Империя, над которой не заходило солнце, её потом приписали англичанам, как мы видели, я, нинь, как цветок жизни кому-то пытаются пристегнуть, как звезду, там, шестиконечную к Давиду тоже приписали. Так та же самая империя. Империя, над которой не заходило солнце, это и была империя людей Тарха и Тары. Он же кон, она же полярная звезда, она же большая медведица. я же, эти созвездия, там, ну, нужны более точные расчёты, но ещё больше ста тысяч лет назад, сто тысяч, сто пятидеся тысяч лет назад, это созвездие имело вид медведя. Я его в этой статье наконец-то привёл, чтобы люди посмотрели, что, да, была медведица сто тысяч лет назад, о каком шестом веке говорят великие учёные. Если в какой регион мира не придёшь, узелковое письмо, белые боги, белые правители, белые воины, так, если бы это я нашёл, вы бы сказали, ну, что ты там накопал, сам закопал, сам откопал. Ну, ведь это нашли те же археологи и учёные. И этих находок, ну, просто, ну, вагонами, грузите апельсины бочками, вот так примерно столько этих находок. Просто, вот, например, даже одна статья, у меня заняло более сорока минут, только озвучка её. Эта статья просто просится перерасти в книгу целую. Ну, для начала хватит и такого. Для того, чтобы начать разбираться во всех этих лабиринтах, понимать, кто такие скифы, китайцы, что они там делали. Ещё я же говорю, тронем моголов, покажем, как он на самом деле выглядел, кто это был. Ну, я думаю, ответы и так уже понятны предварительно, кто нас слушает. А то, что это не видят историки, это вопрос к историкам. Почему приходится этим заниматься? Дело в том, что если бы это кто-то делал и результат, например, устраивал бы меня, я бы не стал бы этим заниматься. Я бы, например, что-нибудь рассказал вам лучше про здоровье, про сон, как найти своих звёздных партнёров, что-нибудь ещё, про письменность бы поговорили. Но эта серия создана именно для тех, кто хочет вспомнить своё прошлое, чтобы разрушить этот алгоритм. Не помнишь своего прошлого, не имеешь будущего. Ну, очень простой закон. Вот мы его помогаем разрушить. Вот и всё. Да. К сожалению, многие так не считают. Многие говорят, да, зачем нам это делать? Это всё уже времена давно минувших дней, лет, и как бы так интересоваться. Это абсолютно бестолковое направление. Лучше уж про сон поговорить. Да. Дальше. Подсолнух написал следующий тай. Это руна Харийской Корунны. Идём дальше. Виталий Микеров. Реплика в эфир. 9 на 16. Это 144. Это как 12 на 12. Раз в 12 лет у тёмных личностей происходят какие-то катастрофы по циклу Юпитера. А у нас, славян, всё в порядке. Юпитер раньше называлась Землёй Перуна. Вот такая вот реплика. В принципе, да, говори. Могу 5 копеек своих ставить? Ну, я могу обратить ваше внимание, что наш эфир тоже сегодня, сегодня тоже очень увлекателен для тех, кто владеет нумерологией. Дело в том, что мало того, что мы его проводим после именно лунного затмения, так мы его ещё и проводим 08-08-08. Если на то пошло. Сегодня 8 число 8-го месяца, а 8-е это 1 плюс 7, тоже 08. Так что интересное число, интересная дата. Да, то, что он и говорит, да, что русскому хорошо, там, немцу смерть. Есть такое дело. Не обижай немцев. Ну, что ж, вопросы и реплики мы с тобой озвучили. Я тут смотрел какой-то фильм, там, очень уважаемый человек говорил, когда он был в Китае, залез на эту самую стену, по которой туристов вводят, где на самом деле в сторону Пекина направленной бойницы. Вот, и он обнаружил, что буквально вот в бинокль, если смотреть, то видна стена полуразрушенная. А эта стена выглядит очень-очень хорошо, но видно, что или отреставрирована замечательно, или новодел. Новодел, почему? Потому что надо туристов куда-то привозить, что-то показывать, какую-то древность всё-таки надо сооружать. Но, видимо, она делалась по какому-то образцу, потому что ну, просто так бойницы в свою сторону создать и сказать, что это мы строили, защищаться от каких-то там варваров, приходящих с севера, ну, это глупость, конечно. Просто, видимо, не скопировали, не задумываясь, или здесь что-то стояло. Но суть в том, что эта стена, она или наводила, или отреставрирована, а где-нибудь там в нескольких километрах виденную в бинокль более разрушенная стена. И когда попросил, чтобы его туда отвели, ему китайцы сказали, это невозможно, мы туда никого не водим. Он хотел посмотреть, и что у нас сделано. И вот та стена была похожа на полноценно действующую некогда стену, по которой водят туристов. Она уходит в горы, но в горах она не нужна, эта стена. А вот та проходит по равнине. И та и на самом деле была защитным укреплением. Вот такие интересные новости. То есть там были не только те стены на большом расстоянии друг от друга, но еще и стеночки, которые прямо вот рядышком стояли, буквально там несколько километров. То есть, скорее всего, там были не одна стена, там были несколько стен, которые дублировали друг друга. В общем, интересно, такая картинка вырисовывается. Совершенно верно. Там действительно это не одна сплошная стена, которую нам пытаются втюхать все, а это целая система многоуровневая, построена в разные лета, в разные года и, может быть, построена при разных конфигурациях именно нападавших и обороняющихся, потому что вот даже то, то, что видел я, показывает, что буквально еще во времена династии Мин, а это, я говорю, это где-то 1500 год, в Пекине приближенный императора голубоглазый и светловолосый. То есть, кто там с кем дрался, кто на чью сторону переходил, кто там какие рода переманил, для чего. Это вопрос очень интересный и требует, конечно, более усердных исследований, книг. сам факт распечатать эту тему, еще ее подтвердить дополнительными сведениями, вот была задача, потому что я, например, открываю книгу историческую, ну, есть там что-то об этом. И конечная цель всех этих статей объединить их в книгу, и чтобы эту книгу можно было подарить каждому историку высшей школы или простой школы, чтобы он ответил детям везде. Откуда это все? Почему вы, друзья, любимые товарищи, все это открыв, увидев, не хотите объединять и видеть? Что вам мешает? Вы точно наука или вы филиал какой-то пропагандистской машины, которая держит людей в ограничительной узде? Вот и все, вот и вся ее задача. Вот конечная цель этой серии хотя бы. А там открытие можно делать и делать, потому что по факту эти чинайцы, они в ведах описаны, что им изначально подарили этот участок земли вдоль моря, и они там так, в принципе, и живут. Ну, чуть расширились после событий, которые произошли буквально пару столетий назад, когда была ликвидирована Тартария насильно в виде войн. Но так они, в принципе, в том же месте и остались. И вот они, у них же все равно есть ограничения, которые хоть и не хотят там наши, скажем так, ученые замечать, но они все равно имеют свои ограничения, как, скажем так, божьи создания. Почему у них сегодня все учителя, откуда? Ну, откуда у них все учителей приглашают? Сейчас бывших советских республик. Почему? Ну, потому что потому. И многие сооружения, а в основном военную технику, они ведь покупают у России и начинают ее по винтику разбирать и по винтику делают свое, собирают, а она не стреляет все равно. Стреляет в два раза меньше. Ну, как так-то? Ведь китайцы, населения много, могут сделать все, что угодно. Ну, казалось бы, да? Передовой народ, экономика, что хочешь тебе сделают? Покупают образец, разбирают, вместо истребителя пароход. Почему? Не дочитали, что там в конце инструкции в конце обработать напильником, да? Не получается у них и не получится, потому что у каждого свое жизненное предназначение. У них, например, размножение всего, в том числе и людей. Ну, вот они его выполняют. Когда мы начнем выполнять свое жизненное предназначение, развитие, скажем так, и доведение до мира всего самого лучшего в гармонии с природой, это вопрос только к нашим людям, никак не к чинатцам. Ты знаешь, мне кажется, чинатцам не получается что-то сделать, так вот, как ты смеешься над ними, хотя не со всеми согласен, что-то у них получается и даже очень хорошо, но вот так и смеяться дальше, то, когда они покупают какую-то технику, инструкцию к ней, они очень серьезно подходят к этой инструкции, а у нас-то пишут инструкции люди, которые понимают, что русский человек инструкции не читает. В этом вся проблема. То есть, да, русский, как это, в одной, я видел, ремонтной мастерской, такая большая бумажка висела, ну, почти плакат, и было так, большими буквами написано. Русский человек смотрит в инструкцию, когда понимает, что изделию пришел, ну, и дальше там матом. Вот, то вот примерные инструкции пишутся в этом же аспекте. Все равно русские люди понимают, что другой русский человек инструкцию читать не будет. Вот нарисовано, какие узлы находятся, да и, в принципе, хорошо, там все понятно. Если чего не так, то он напильником подгонит, резьбу заново накрутит. Вот, а китайцы-то это все дело читают всерьез, они, как это, как чти у них, увлекательно. Они иногда пытаются даже собрать конгресс по поводу какой-то инструкции и разобраться, что русские-то написали такое, непонятно. Вот на первой странице так, на вторую вот так, да, а на третьей вообще по-другому. Когда приезжает наш, он говорит, слушай, это же написано, это хреновина, это фиговина, дергай же, это я шикарабудин, а выпадает вот эта фигня. И все нормально, все работает, что непонятно, да, потому что немножко по-другому заточено. А по поводу того, что много их или мало, ну, ведь, я думаю, что это очередной миф по поводу многомиллиардного Китая. Если внимательно посмотреть на то, какая у них там земля, какой у них ландшафт, то мы увидим, что очень-очень много там занимают горы, чуток пустыни занимают, и климат местами вообще для жизни не подходит. Вот. Так что, где там разместились вот эти огромные сборища людей, ну, как-то для меня большая загадка. Мне кажется, это такой же миф, как и китайская стена, и китайские пирамиды, и китайское там что-то ещё. Вот. Просто кому-то нужно было создать эффект присутствия большого количества людей, вот, и как дубинкой такой помахивать для того, чтобы кое-кого держать в рамках, чтобы был такой страх, да они нас шапками закидают. Вот. Как-то так это представляется. Ну, вот я думаю, что твоё следующее расследование по Китаю должно быть наверное в этом направлении, а не является ли мифом и большое перенаселение Китая, к примеру? Алексей, да, разреши продолжить тебя. Я с тобой согласен, что этот вопрос нужно изучать, потому что все ограничения, которые мы имеем, их нужно снимать. Одно из этих ограничений на возможности применения различных технологий, в том числе технологий клонирования. И сколько их там, ну скажем так, их там вполне достаточно. А смеюсь я над ними, я смеюсь и над ними, и над нами, только с одной целью, как говорится. Если у нас в наше время не смеяться, то придётся заплакать. Действительно, у каждого народа своё предназначение. Нам бы у них поучиться именно размножению. Ну, не только физическому, но размножению и чего-то хорошего. Потому что наши люди придумают, а потом мы это видим в Японии, в Америке, а у нас как бы оно хоть и придумано, но не уменьшено и не размножено для всех. А по поводу думания тоже есть хороший анекдот, когда продолжение тематики именно производственной, что есть наш человек с высшим образованием и есть токар дядя Вася. И вот пришло оборудование новейшее, компьютеризированное из Германии. И человек с высшим образованием, ну, более-менее молодой, читает инструкцию, ну, не может запустить и всё. Инструкция чёткая там, германская, всё чётко прописано. Как подключить, как включить, как... Ну, не получается. Ну, подходит дядя Вася и говорит, слушай, давай я попробую. Ну, проходит пять минут и всё запустил. Молодой, ну, как же ты, Вася, ты же там и с компьютерами-то не очень. Ты же инструкцию не читал. Он говорит, ты понимаешь, когда нет образования и особо и читать не умеешь, надо учиться думать. И вот это самое главное, чему нас сейчас не учат, а придётся учиться самому. Думать, думать, думать и размышлять не на тех основах, что нам дают в школе. Ведь в школе нас пытаются наоборот ограничить. А мы должны думать и снимать эти ограничения, чтобы не ограничивать самих себя и достигать других результатов, которые весь мир считает невозможными. А для нас это естественный процесс. Как-то так. Ну, да. Да. Так, Олег из Брова. Реплика в эфир. Спасибо за мощный позитив всех благосказителю. Виталий Микеров. Реплика в эфир. Большой ковш раньше выглядел как большая медведица. Полярная звезда раньше называлась Тара. А левее большой медведица находится в созвездии свастики, то есть солярный символ. Дальше. Татьяна Беленко. Реплика в эфир. Живём в городах и рядом с городами. Боимся оторваться от цивилизации. А в Западной Сибири на Енисеи и дальше до Дальнего Востока. Бескрайние просторы. Вот где жить надо, а не тесниться в городах. Есть хороший фильм «Территория». Размер нашей страны впечатляет. Посмотрите. Разреши, Алексей, дополнить, что обратите внимание, что ещё буквально до Советского Союза наши 90% населения жило где? В поселении, на природе. Почему они там жили? Что они не знали, что можно собраться в большой город и иметь там тёплый туалет. Да знали они всё это прекрасно. Они просто хотели именно жить, а не существовать. Вот чем отличается раковая опухоль, раковые клетки от простых клеток? У них сверхпотребление. Они съедают всё вокруг, клетки здоровые погибают. Вот наш человек превратился сейчас в эту раковую клетку, который забрался в огромные города, а наши предки не рекомендовали создавать города выше 100 тысяч человек. То есть там было чёткое указание «10 тысяч человек есть, идите дальше расселяйтесь, земли хватит, нечего тут сидеть, напрягать природу, уничтожать её фактически». Сейчас же города миллионные. Они очень удобны для того, чтобы нагнетать негатив. Люди собраны в бетонные коробки. Всё это, я надеюсь, будет время, мы всё опишем и покажем, как эта система работает. И вот там были вопросы про околобие тела. Наш человек – это человек широкой души, то есть у него энергетика развивается и становится не 2 метра, не 5, не 10, а 100, 150 метров, то есть у него энергетические оболочки раскрываются. Когда вы сидите в бетонной коробке и в 2 метрах над вами живёт кто-то, у вас не то, что ничего не раскроется, у вас всё закроется. это города для смерти, это города для самоуничтожения. А что сделали? Освободили землю, поселения стоят, земля стоит пустая, её превращают в пустые. Ну, это всё будущее. И опять же, как вы в этой конуре родите 16 детей, их воспитаете и сделаете здоровыми? Никак. Только возвращаться к заветам предков. только природа, только родовые поселения. А если кто-то скажет, что земли не хватает, ну, это действительно не так. Земли хватит и ещё останется. Не переживайте. И тогда там кто-то спрашивал, когда вернём? Ну, когда нас будет хотя бы пару миллиардов, тогда и вернём. Кажется, физически. Сами отдадут. Да. Я думаю, что вот как бы там ты не говорил о том, что нужно сделать передачи по прошлому, ты поднял очень тему интересную по поселениям. Дело в том, что люди, да, сейчас пытаются на землю уходить, но есть одна проблемка. Уходя туда, они не знают, чем заниматься. То есть наслушались вот таких вот хороших речей, правильных, про которые ты сейчас, про вещи, про которые ты сейчас говорил, о том, что надо жить на земле, про всякие тела, про энергетику, про детей, про свежий воздух, птичек и так далее. Туда уехали, и дальше там живут как просто в поселениях типа дач. Вот дачи снимают, да, там своя вроде вода, зелёночка своя какая-нибудь, может быть, какой-то гектар или два. А что дальше, непонятно. Каждый сидит по-своему, как рак-отшельник. Ну да, встретились, поговорили, может быть, песни попели, хоровод поводили и опять по своим конурам, но только уже одноэтажным там или двухэтажным. То есть общин как таковых нет, есть поселение. Вот эту тему надо рассматривать, мы её уже с Михаилом рассматривали у нас, в наших беседах. Ну это, мне кажется, тема на сегодняшний момент очень-очень актуальна, одно или двух бесед здесь будет недостаточно, нужно рассматривать её всесторонне. Ладно, в общем, вопросы мы с тобой все просмотрели, реплики все озвучили, и наступает момент подводить итог сегодняшней нашей с тобой встречи. «Давай-ка что-нибудь такое доброе, вечное, хорошим напоследок от себя скажи». Хотелось бы обратить внимание всех наших слушателей, что времена поменялись, энергетика поменялась. Вспоминайте своё прошлое, берите и ваших предков, берите оттуда самое лучшее, не старайтесь в него вернуться, потому что вернуться невозможно, возможно строить только новое, живите здесь и сейчас, давайте изучать опыт предков, которые они нам оставили во всех областях нашей жизни. Хватит слушать заграничных дядей, слушайте своё сердце, если у вас нет этой информации, изучайте и объединяйтесь на основе здравомыслия для того, чтобы возродить свои и способности, и возможности. Всё это время, пришло время, которое будет как раз нам в этом деле благоволить, помогать. И, как говорится, наше время пришло. Пришло тех, кто хотят, чтобы жизнь на земле продолжалась и приняла свои натуральные, то есть природные виды. Это могут сделать только наши люди, наши люди, которые развиваются. Те, кому интересны процессы деградации и самоуничтожения, это их выбор. наш выбор развития, познания, вспоминания мудрости предков и саморазвития себя, детей, плюс объединение на всех уровнях. Ну, а, как правильно сказал Алексей, самое важное это всё-таки вспомнить хотя бы базовое поселение. и здесь не то, что один эфир или одна серия книг, здесь нужно множество, множество пояснять, по крайней мере, как вели себя наши предки, узнать, где они, если совершали какие-то ошибки, почему. И я, например, занимаюсь изучением природы и хочу сказать, что это огромнейшая система, которая несёт ответы на все эти вопросы. всё, что вы видите или получится у меня, это фактически сначала найдено в природе, а потом уже эти вопросы были найдены в явном мире, в сети, озвучены, и в том числе и места распространения наших предков, что они там делали, чему обучали и где они себя проявили. То есть всё, все ответы в вас, в природе. Наше время пришло, наше, мы что сможем, то сделаем. Предлагаем то же самое делать и другим, вспоминать, что такое держава, поддерживать своих на всех уровнях. То же самое здесь. Можете, поделитесь информацией, добавьте свою, поддержите хотя бы лайками, репостами и присоединяйтесь своими делами, то есть совестью, когда вы живёте так, что не стыдно перед всей своей родиной, родиной, семьёй, и так далее и тому подобное. Благодарю за внимание. Благодарю, Виктор. Я с тобой полностью согласен с тем, что ты сказал, присоединяясь к каждому твоему слову. Пришло время действовать, пришло время хозяев. тех, если раньше вы слушали теорию, были у вас тёрки-притёрки, сейчас время тёрок-притёрок проходит, время теории тоже проходит, и пришло время практики. И насколько вы осознанный, насколько вы здравомыслящий человек, и насколько вы сумели с такими же осознанными здравомыслящими объединиться, такой будет у вас результат. Пока что ещё, к сожалению, хороших результатов, ну, скажем так, не особо видно, так вот мягко скажем, но уже появляются какие-то такие проблески, где люди притёрлись, начинают думать, а что делать дальше? Вот мы здесь собрались, вот уже несколько лет живём на земле, или вот здесь в городе что-то пытаемся сделать. Что дальше? Дальше. Ну вот вечёрки устраивать постоянно, это здорово, но одними же вечёрками сыт не будешь. На земле жить тоже хорошо, но надо ещё каким-то образом своё благосостояние увеличивать, дом необходимо поддерживать в хорошем состоянии, необходимо что-то достраивать, дети растут, их необходимо тоже чем-то снабжать, необходима школа, необходимы какие-то культурные, развлекательные заведения в этих же экопоселениях. И вот тут начинается настоящая деятельность. Время пришло хозяев, время теорий заканчивается, начинается время практики. Вот об этом мы попытаемся говорить всё чаще, чаще, всё больше и больше. Если у вас есть желание что-то делать, присоединяйтесь, давайте будем делать вместе. Всем, чем можно, мы поможем. Что зависит от нас, мы сделаем. Нужно проинформировать, расскажем. Но если вы будете сидеть просто ровно на стуле и ждать, когда кто-то за вас что-то сделает, ничего хорошего из этого не выйдет. Мне осталось в заключении нашей передачи напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 8 августа 2017 года вторник, по одному из старинных 38 день месяца получения даров природы 7525 лета неделя. Белые боги Китая так назывался сегодняшний наш эфир Виктор Мусименков сделал прекрасный доклад и ответил на мой взгляд очень хорошо на вопросы и реплики. Низкий поклон тебе. Как говорится, приходи еще. У нас эфиры запланированы, не забывай. Готовься получше, чтобы так прям всех поражать, как и в этот раз. Многие сказали молодец, молодец, хорошо подготовлен. Хотя были некоторые выступления о том, что как-то так смазано. На мой взгляд, ничего смазанного не было, все порядка было изложено. Нашим радиослушателям и зрителям низкий поклон, добра, молодцы, хорошие задавались вопросы, хорошие были реплики, не было никаких намеков на ругань и на то, что кто-то высказывает какое-то мнение несовпадающее. Это очень хороший знак, очень мне это понравилось. это говорит о том, что все у нас идет так, как надо. Хорошо, вперед и с песней. С вами было Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Виктор Максименков. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное Славянское Радио Все нужно, все важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова